друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас очень уникальный материал вы знаете что я нахожусь в испании мы перевозили сюда лодку и естественно если мы находимся уже здесь не заехать к друзьям в гости это было бы очень нагло и потом были бы обиды мы не обидчивы но но говно бы затаилась мы приготовили подлянку тебя на случай если ты поедешь мимо так что ты поехал большое спасибо вот спасибо короче друзья это мой друг алекс и твоя компания называется сэйл мини все что вы делаете что вы делаете мы занимаемся чартером у нас сейчас 11 лодок и плюс 1 в управлении занимаемся чартером наибицы это наивно наибицы мы работаем летом с мая по конец октября нато на их работаем зимний сезон с декабря начала до конца марта отлично вот в общем собственно это та причина вернее это одна из причин помимо того что я хотел увидеть друзей компания сэл ми предоставляет нам на тест бенето океане 46 и 1 вы знаете новенькую новенькую вы знаете мою позицию я не занимаюсь тестами лодок которые стоят на выставках потому что ходить и хлопать шкафчиками я считаю это очень неправильно потому что это же лодка она находится на воде и она делает что правильно она ходит под парусами плавает кому как нравится ездит короче сегодня в нашем крутом видео будет полный детальный тест бенето океане 46 и 1 и не просто тест а ходовой тест шкафчиками хлопаем паруса открываем погнали так большая платформа просто реально огромная платформа купальная которая находится на уровне воды открывается на кнопочками представьте себе что вы можете находиться здесь лежать можно поставить стулья пить с утра кофе чай вечером пинаколаду или что вы там хотите вы посмотрите на этот огромный огромный транец который вот это все это ваш балкон на уровне воды в катамаране такую штуку вы получить не можете ни при каких условиях вот теперь площадь кокпита расстояние за рулями и вообще единое целое пространство здесь огромное пусть вот увидите алекс стоит и насколько много места есть в кокпите естественно это или так естественно это не объем катамарана но для проживания на лодке здесь место очень много посмотрите какой объем то есть вот здесь можно находиться вот это все можно застелить матрасами и здесь загорать принимать солнечные ванны далее хочу вам показать небольшой косяк который есть на этой лодке на мой взгляд фатальный эрор хэтч окошко форточка она упирается в м то есть если вы ее оставляете открытой до выломать эту форточку вот вот так вот просто пальцами хлопнуть просто сделав неаккуратное движение штурвалом и вы эту форточку выбрасываете за лодку давайте рассмотрим лодку какая же она собственно внутри и так на то удобно раскачали 6 для стриптиза был раскачен скомпрометирован так брандер шик по практике скажу когда он задвигается вот так есть очень большой шанс задавки лица голову работает нормально только тогда как он полностью утоплен но это не точно вот случай когда я не бился сюда головой идемте что мы здесь видим сразу совершенно другая компоновка лодки но естественно задние каюты они идут в корме носовые каюты естественно идут в носу но кают компания полностью преобразилась если в нашем случае эта часть она совпадает стол также превращается в кровать дальше это тумбочка которая у нас не присутствует в принципе то есть это стационарное решение и она здесь является ну как бы центром вокруг которого ходить плюс есть большой рейл на потолке и вы можете если большая качка вас сильно болтает лодка достаточно широкая и держаться за нее очень удобно вот так вот подходишь к потолку а здесь вот такая странная штука что это площади такают компании в принципе схожа с площадью катамарана но может немножко меньше но здесь просто по-другому это все организовано что поменялось поменялось или камбус но я считаю что это кухня потому что мы говорим о лодке как о доме в доме у вас не камбус а если у кого-то в доме камбус сочувствую рабочая поверхность вы видите какая большая площадь рабочей поверхности этого немножечко не хватает у меня здесь можно что-то резать здесь резать площадь большая морозильная камера она такая же как у нас вообще абсолютно стандартная то есть она вот просто закрывается шкафчики в которых находится посуда они выглядят так же как скажем в прошлом в моем океанисе но они не открываются просто тянуть дверь с силой мысли есть кнопочка она нажимается вот эта кнопочка сюда нажимается на вот такой вот хвостик и открывается защелка очень надежно очень просто и все дверцы закрыты абсолютно надежно так здесь есть небольшие ниши для кухонной утвари я считаю что этой площади недостаточно вы видите что лодку сделали специально таким образом чтобы место было много то есть здесь очень большая площадь очень большая открытая зона находится внизу и вверху дают очень много света и рабочая поверхность она совершенно хорошо подсвечена натуральным цветом из того что реально прикольно то есть есть мойка которая закрытая образует полную поверхность переворачиваем получаем доску это заводское решение бенето сделано очень классно потому что обычно с этим двигается и его хранить особенно негде плита с рейлом который защищает ее если вы идете там чтобы вы в эту плиту не упали что поменялось мусор если обычно мусор находится вход кранами то здесь это просто шкафчики шкафчики я про это любимая про шкафчик немножко расскажу детально мусорник находится вот ну в том плане покажи мой сорта так далее ящик для вилок ложек они идут увидите с доводчиком но ручки есть и в предыдущей версии полочки то есть в принципе нехватку пола на уровне груди компенсировано полочками которые находятся внутри в ящиках теперь полочки мы имеем еще дополнительно здесь то есть шкафчик хорошие штатчики и вот здесь большое место то есть реально очень большой очень большой для кастрюль до всего если если на предыдущем все показывают то есть если на предыдущем океанисе было много места полкам которые были навесные шарные навесные шкафы то сейчас очень большое количество места внутри шкафчиков далее здесь есть обычный холодильник вот с этой стороны даже жестко вот он то есть он просто обычный холодильник такой какой был теперь я вам уже показывал что ванты были разнесены для того чтобы было удобно ходить по бортам вы видите как ванты находятся внутри то есть на мой взгляд это решение не очень удачно но если взять скажем удобство которое находится наверху на палубе то это решение которое можно сказать да наверное получилось но со временем мы на это посмотрим есть очень большой косяк который уже всплыл в этой лодке смотрите ванта идет через борт то есть здесь есть какая-то условная герметичность да то есть если эта герметичность нарушится она нарушится то вода начнет по ванте стекать внутрь давайте заглянем внутрь и посмотрим что у нас внутри находится так вот крепление ванты а вот колодка электроники колодка на вионике bng то есть грубо говоря вода которая будет стекать по ванте будет стекать на электрические провода то есть если будет потеть мойка то туда есть шанс тоже будет стекать это серьезный косяк то есть это в принципе можно перенести и решить проблему диван в этом океанисе сделан из кожи да из кожи то есть я надеюсь что этот материал здесь будет оправдан и он будет не марки теперь для того чтобы включить свет на вионику воду там что угодно ходовые огни мы должны пролезть как обычно вот сюда как вы видите штурманского столика здесь нет и находится здесь все то есть здесь есть вот такой вот маленький дисплей здесь вы можете посмотреть сколько у вас объем воды топлива там заряд батареи там и прочее 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 то есть это полностью статус работы вашей лодки а вот электронная панель вот выглядит так минусом и является то что здесь по ней не видно днем когда яркое солнце горят ли приборы горит ли лампочка или нет вот увидите да вот я сейчас приборы выключил то есть выключена она то есть это не совсем клир не совсем понятно так теперь далее здесь ванта находится точно так же как находится и с той стороны вот если мы сюда залезем кишки вы посмотрите вот то как сделано это крепление мачтовый подпор значит сразу что я хотел показать покажи пожалуйста ближе вот этот материал вот вы видите структуру то есть это обычный текстиль если на нем попадет жир и какие-то пятна я себе не очень представляю как это будет возможно легко вымыть про винилены да ну все равно мне кажется что это не такой винил да 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 потолок весь и все материалы вся обивка сделана вот такая ну посмотрим со временем как это будет у меня это пока есть просто предположение так 2 передних каюты данная компоновка является 5 каютной то есть вот видите это передняя носовая каюта starboard что есть тут шкафчики полочки полочки но вы уже видели как это открывается и окно через которое можно смотреть на уровне кровати в потолке вентиляция также закрывается сеткой ocean air не очень надежная система но как бы самая комфортная самая удобная которая представлена на рынке вся подсветка led ну и матрасы стандартные под матрасами находится бак с водой далее каюта которая идет по портсайду она абсолютно идентичная той которая идет по starboard теперь давайте посмотрим на каюту которая находится в корме так кормовая окошко окошко то есть здесь немножко увеличена высота потолков она достаточно удобная для для нахождения в каюте далее что есть есть ниши вот вы видите здесь но когда стоит генератор в лодке то эти ниши будут естественно заняты окно которое закрывается вот шторкой ну и шкаф в котором есть полочки и кстати очень удобно далее что понравилось мне у меня вот эти все шторки они очень быстро приходят в негодность здесь вот такая вот шторка она закрывается и снизу одеваются вот петельки там такие крючочки на них одеваются и получается достаточно хорошая тень солнца хорошая солнечная тень теперь давайте посмотрим на хэтс или на туалеты или как там она по-русски галюн галюн правильно так что у нас здесь есть душ обычный маленький из удобных вещей здесь есть кнопочка вот вы ее нажимаете и можете регулировать расход воды зеркала за зеркалами шкафчики но это также и в моем океане все реализовано на потолке странные болты но я так понимаю это арка спасибо из фишечек слив туалета идет кнопочками вот кнопочки это вы знаете полный слив налить слить но есть еще одна очень секретная кнопка вот то есть вы ее нажимаете нажимаете на слив и у вас идет ринс туалета пресной водой то есть это идет кнопочное переключение на пресную воду если чтобы вы не сливали это душем есть отдельная кнопка которая делает engage фреш фото очень круто кран который в раковине он же является и душем то здесь это не разнесено на два разных юнита это сделано просто одной частью вы его здесь смываете и потом есть кнопка душ запускается цикл 15 секунд и и вода сливается в замок носовая каюта starboard открываем попадаем в туалет здесь также идет здесь идет слив который 15 секундный кнопочки управления шкафчики зеркала ну здесь достаточно все стандартно и достаточно нормальная по размеру в каюте которая идет по порт сайду туалет идентичный в данной компоновки лодки есть еще одна каюта это капитанская каюта боковая то есть вот мы идем сюда и попадаем в каюту то есть здесь идут две кровати то есть это скорее всего технически для персонала но они реально очень небольшие ну хотя и лодка то в принципе 45 они 80 на такое количество кают но это очень круто ну и чисто формальный небольшой шкафчик далее что еще из классного в лодке юсб розетки то есть эта база в каждой каюте есть розетки юсб ну и естественно свет который led вот такой вот красивая подсветка окошки такие и есть одно вентиляционное окошко с сеточкой для того чтобы была какая-то минимальная приватность по всей лодке установлены вентиляторы но это просто опция которая была заказана чтобы при открытии дверей одна дверь не билась об другую но на есть шанс конечно что будет биться но это не точно есть вот такие превентеры сделаны из кожи они при натяжке просто ограничивают угол открытия двери двигательная установка во всех океанах открывается очень просто тадам мундаба здесь находится двигатель январь обычно двигатель на 50 на 4 56 лошадиных сил но он уже новенький такой красивый с логотипом у меня еще просто серый такой тракторный здесь уже он такой немножечко улучшен из важного фильтр входящий raw water фильтр находится прямо спереди и вы видите всякие наросты которые внутри и всякую гадость которая внутрь откладывается это находится у вас непосредственно перед глазами из очень важно в моей лодке отваливались ступеньки которые я должен был постоянно фиксить и прикручивать они не отваливаются сразу со временем особенно когда по лодке ходят тяжелые люди у меня отваливались ступеньки так вот что сделали в этой лодке косяк был убран вы видите вот эти вот планки эта планка является одним целым со всеми ступеньками которые с подпорами ступенек которые находятся в крышке то есть если у меня эти ступеньки были прикручены просто на саморезах изнутри то здесь это является монолитной конструкции которая стала надежная и если вы переживаете что идя по лестнице у вас отвалится ступенька потому что предыдущие лодки это была распространенная тема со временем здесь этот косяк убрали очень люблю когда косяки уходят скажи мне друг мой ты мне рассказал о том чем занимается ваша компания но я знаю что у вас есть какой-то очень классный проект который вы вот сейчас запускаете я думаю что людям которые смотрят нас будет интересно узнать чем же живут чартерные компании те которые находятся на пике современных тенденций поэтому вам слово я очень начну с нашей истории мы начали купив одну подержанную яхту генетту это был ошенис 43 потом мы купили еще одну яхту еще одну еще одну сейчас у нас их 11 включая две новых и мы для себя определили концепцию развития на следующие пять лет это мы будем полностью приобновлять флот продавать не спеша старые лодки и покупать новые форм-фактор выбран сейчас как генетту океанис либо оушенис 46 и один четырех и пяти каютных комплектациях 3 каютные каютные версии как твоя яхта к сожалению в чат и пользуется меньше ну естественно потому что это обновская версия на пользуется меньшим спросом поэтому наша концепция следующая что мы сейчас будем привлекать новые лодки для развития именно этой модели мононаправления м и и чат и будет в основном есть изъят бенетук потому что нам эти лодки нравится на сегодняшний день больше всех моменте привлекать мы планируем новые лодки как покупкой за собственные средства так и так и открыв программу по яхтному менеджменту по классу про это я хотел спросить потому что мне на канале очень часто задают вопрос существует ли такой способ когда допустим человек покупает лодку и потом он эту лодку сдает в чартерную компанию на этом зарабатывает деньги то есть это грубо говоря яхт менеджмент и ну и собственно пассивный доход то есть ты говоришь сейчас об этом да все верно очень часто люди хотят иметь свою яхту но когда они сталкиваются с реальностью что иметь яхту это большая проблема на самом деле это геморрой конкретно если ты на ней не живешь и хочешь ею и владеть чтобы она где-то стояла картерушка друзья это невозможно это очень дорого по обслуживанию просто элементарно это не целесообразно для для этого есть разнообразные чартерные программы мы свою очередь открываем чартерную программу по управлению чужими лодками они рассчитаны на 5 минимум 5 максимум максимум много максимум 10 но среднем 45-7 лет мы приобретаем новые лодки как это либо другие либо катамараны параллельно на направлении с развитием оушенис или океанис и мультихоллы мы также фокусируем свое внимание на катамаранах лагун 40, 42 и 46 это то что пользуется максимальным спросом здесь у нас в Испании и 5-7 летние проекты являются выгодными показывает хорошую доходность для для владельцев для компании и это в целом очень хорошо работает есть реальные примеры реальные кейсы на предыдущих сезонах давайте сделаем таким образом я внизу под видео в описании даю ссылочку на то что вот говорит саша и там будет описаны условия для того для кого это может быть интересно поэтому мы переходим к ходовым испытаниям информацию такую интересную на мой взгляд и это же является ответом на те вопросы которые мне задают вы можете почитать уже непосредственно я думаю что это будет удобно всем чтобы мы не детализировали то что в принципе имеет достаточно общий формат все верно это полезная информация на которой интересуются единицы поэтому чисто точечно пожалуйста смотрите общая информация есть погнали в море погнали море я вам рассказал о лодке бенето океанис 46 и 1 новая модель которая сейчас является топовой и по многим параметрам и по выбору лучшая лодка года в прошлом году по моему но это неважно мы посмотрели как она устроена внутри а теперь погнали ходовые испытания на воду ну что давай готова так подруль проверил и про фендеры ничего бывает и жди 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 все освободен давай фуэго беспощадный огонь жги айна ебится магна но если не считать что здесь нет душа и туалета в целом очень хорошая мячу красивенько самый центр это круто именно поэтому очень круто этот кокпит просто в два раза больше чем наш подожди неужели есть какая-то разница там есть разница за собой вала сцену по новой нет это все пойдет а воршип я здесь никогда не видел воршипа это первый раз пожалуй а это плэжер бот он пришел он пришел короче пространства очень много получается вот с прейхудом еще целые две лежанки такие полуторки я бы их назвала офигенные они и потолок над ними высокий и получается что из-за вот этого высокого потолка и того что это общее все-таки пространство зависть неужели большая разница 45 очень вот именно визуально здесь как как видите вот этому к конечно именно конкретно по карпиту очень после просто еще потому что тут как-то вот все-таки смотрится шире за счет того что это куклы к сиденье может быть после амеля так кажется нет после амеля вообще тут просто лухари лухари не знаю мне кажется я по ощущениям я не видел рядом две лодки меня по ощущениям что место столько же плюс-минус сколько сколько сорок пятом может быть там у нас может вероятно вот эта фигня пошире знаешь и по как-то внушительнее да смотрится у нас здесь лебедки то есть такое типа вот здесь более неограниченное визуально пространство получается чем у нас и реально шире ну и вот там считаю у нас пространство типа уже заканчивается а тут пространство не заканчивается сразу один недостаточек который я обнаружил вы здесь проходите и этот проход являются очень маленьким то есть выглядит следующим образом то есть вот здесь вот не хватает места потому что для двух ног реально узкого то то есть свободно проходить вы все равно а второй ногой цепляетесь а если ты толстый и грациозный тогда вообще никак не получается анудина пройди антифулинг и на ремонте и это одна из задач которые должны были сделать сегодня потому что лодка стояла на стабелях и технично на нее особо не лазили здесь здесь смотришь фига то есть он просто забился это вот такой же геморройный как у меня блин для этого для life raft а вот тоже херня на горизонтом я сейчас я там все контролируется не переживай все ушло нет 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 я держу она на это получается вот этот дренаж это блин больное место реально завод пошла 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 до пошла ну сюда же понимаешь это то место куда все говно блин забивается в любом случае волосы с палубы все да 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 пальцы тебе не зажал вот еще особенность этой комплектации 46 и 1 которая мне очень нравится то есть здесь находится спасательный плод то есть этот спасательный плод раньше находился сзади в транце а здесь он находится в столе что на мой взгляд очень удобно единственный минус забирается немного свободного места в столе но мне этот вариант даже нравится потому что вот здесь можно стол открыть и он не глубокий то есть когда не глубокий стол там нормальное такое место куда можно складывать весь хлам ой что это у нас мамочки какой она быстро и большой на фарментеру идет потопчины которые идут на бортах проходы с двух сторон лодки они имеют сквозной дренаж сзади то есть и все вся вода которая накапливается она вся сливается прямо током то есть ничего не остается нигде которая значительно выше чем моя то здесь по высоте намного больше высота намного больше то есть находиться в кокпите более комфортно даже ну с моим ростом небольшим я здесь чувствую больше простора больше свобода это мне нравится боковые шторки которые защищают от забрызгивания воды но в данном случае они не нужны потому что условия не такие чтобы брызгать но они создают полную картину и закрывают закрывают кокпит с боков закрывают спрей худ и получается такая достаточно уютная палатка есть момент здесь в арке нету светильников то есть света нет реализация сделана следующим образом есть лампочка которая вставляется каши и пожалуйста вставить да конечно как он оставляется на сенсорное класс вот эту лампочку я хочу себе такую это свет номер один а второй свет вообще очень прикольно сделано хотя на мой взгляд это решение ну такое верт я бы сказал короче вот здесь наверху вы видите вот этот щель там встроена светодиодная лента но отчего же это светодиодная лента питается внимание решение вот power bank заряжается 8 часов хватает где-то на неделю в активном режиме то есть по факту это современное решение насколько удобно и покажет время я думаю вообще неудобно 1 ящичек в столе холодильник холодильник ну как бы камера которую можно накидать лед и там рыбу дохлую нормально удобно находясь на рулях компас который открывается и вот вы стоите вот здесь на руле и что там смотреть на компасе непонятно ну короче как аварийно и можно пользоваться но как навигация мы переходим с каждой новой модификации лодки все более и более на системы современного яхтинга в которых аналоговые приборы не используются или уходят в мир иной то есть вероятно что данный компас еще там по сервею он должен на лодках присутствовать но вы видите насколько он смешон это такой как детский компас на шлейке на шлейке рюкзака знаете такой там посмотрел такой туристический короче современная концепция идет к тому что есть навигационные приборы есть а из есть куча разных систем вспомогательных и яхтинг будет скоро только такой без аналоговых приборов если учесть что столы штурманские и прочая вся эта муть уже больше не присутствует на современных лодках то можно только сказать добро пожаловать в 21 век где хранятся все веревки открываем здесь место для веревок есть еще по кругу такая тканевая вставочка и все веревки находятся изолированы они под ноги не вылетают ну и лебедок становится естественно все меньше меньше и меньше то есть шкотовые 1 2 сторона и как вы видите больше лебедок то собственно и нет но на катамаранах вообще справляются с одной и ничего если у вас есть большой парус генуя вот можно сюда доставить большую лебедку или электрическую там какую-то там 50 58 наверное и у вас будет 2 но если это нужно или вы там собираетесь ходить под большими парусами вот расскажи про идеологию вот почему здесь всего две лебедки концепция лодки в том что это все пространство этого огромного кокпита уделено выделено только для отдыха для управления здесь есть два штурвала и в районе штурвала есть два маленьких пианино и две лебедки все больше ничего не нужно как раньше бежать через чьи-то ноги переступая через что-то чтобы здесь что-то добить или что-то покровить все управлять шкод гика шкод все все управляется от штурвала рулевой может вообще не вставать сидя делать полностью все это очень удобно а крайние клиенты на этой лодке пара взрослые кто ходит вдвоем шкипер только он один и они неделю не и делами ходят сами потому что эта лодка управляется крайне легко именно поэтому они ее арендуют это очень удобно для чартера которую я заметил смотрите вот идут все веревки которые идут с лебедок да и вот просто любила веревка которая падает вот увидите она ложится на ручку газа если в моей лодке люди ходили и просто с ноги сносили и она там уходила то в нейтраль то на задний ход то здесь есть шанс что это будет произведено веревками но я думаю что при определенных навыках будет все нормально просто нужно об этом помнить что есть такая особенность и все у нас не подвязана нас не подвязан я конечно момента и есть уже такие прецеденты мы все знаем о ком речь вертолет зовем извините есть такая особенность это не особенность и невнимательность если об этом не думать и не помнить то есть шанс это сделать нажать сюда на пульт отдачи цепи ногой сидя либо чем-то еще поэтому все-таки лучше когда вы не пользуетесь якорем якорь на расстройство лебедку брошки называйте как хотите обесточивать windows 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 короче столик такой же как у меня на лодке только пластмассовый если скажем в той версии лодок когда я покупал океанис был всего один столик ну или мне про другой не говорили он был полностью деревянный и стика то здесь он сейчас уже сделан из пластика наверное отчасти это более комфортно потому что когда вы кушаете иногда жирные пятна остаются на тике и приходится достаточно серьезно за ним ухаживать и вымывать здесь пластмассовый выглядит он конечно немножечко победнее но с точки зрения практики это намного удобнее потому что вот эту вот срань там консерву вывернул на стол и все испорченный реально испорченный стол но как опцию можно доплатить немножко денег сделать такие и потом заниматься за его уходом пластиковые действительно очень практично это очень практично и здесь вот эта арка которая находится здесь в кокпите это уже опционально то есть если в моей версии арку выбирать у меня не получалось то есть это была стандартная арка то здесь эта опция стоит 7000 евро вот и кашкой мейн понятно а вот это гика шкод а вот скрутка грота это скрутка грота я ее вынимаю да то есть она вручную уходит или нет я я буду скотом тянуть давай мочи я опустил давай давай а вышла она выходит где молоток где это все нашел ты вот этим но у тебя что там этот лич вылазит я понимаю я не прошу код то есть пол оборота оборот не нужен в идеале лучше вернуть потому что там есть особенность что да при отпусти я про это и говорю только на уборке есть есть молоток закрыт а у меня топинант это вот этот или у тебя смысле у меня бене у меня все выведено здесь у нас несколько лодок и на всех топинант висит пара под мощный молотого сюда его вывести нужно ставить отдельный стопор не только стопор еще ну проводку блоки но это лучше сделать вот здесь нет войны нет даже свободного плачка прикольно но нужно чтобы его набить выползать на палубу это говно это подрулька отключилась да да диночка бывают такие паруса в природе не серая блин как цвета бимини сам таймс сам таймс и кашкор заказать да все закрыто конечно еще фурнер хороший новенький не надо его лебедкой открывать я вышел закрыто я вообще основания практике когда все делается руками и убирается парус но это от размера лодки зависит это ги кашкорда да его нужно сейчас не поставить готова там смотрите за курсом вы вы тоже мотор переводите заднюю передачу у меня же 360 селдра у меня вообще никак не работает у меня электронный engage ну он просто не крутится он заблокировал инструкции который мало кто читает свыше восьми узлов наоборот мы раньше давали в аренду удочки здесь много есть место для рыбалки классных тунец марлин но они же все были на винтах и сальники просто у гондоне на и были полностью ты заешь в корень мой друг так я знаю эту проблему все эти удочки мотают себе на перестали сдавать удочки а представь когда выдавливает сальник селдрайва он на воде работает а мы а мы не всегда это можем разглядеть мы и не грязная вода у нас есть дайвер который наяет но не всегда это видит потом селдрайв хорошо когда слепой дайвер вода появляется в селдрайве эмульсия селдрайв плавно 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 выходит из строя но это очень долго он должен работать чтобы выйти из строя на самом деле она эмульсия даже на воде ходил тебя наверное лодка ты не дизель заливаешь а в воду причем морскую такую знаешь пресная нас как бы еще добыть нужно так работает и ничего не трогай знаешь не меняй настройки если они работали с ним снимем предварительный размер предварительные замеры мы только что выехали еще не до настроили паруса мы едем 35 35 при скорости 9 почти 4 3 7 я считаю что мы можем улучшить это точно можно давай улучшать давай а где у тебя бэкстейн обиваются нигде где-то двигатель заводится мы идем 90 даже не надо еще тут потравить потравишь код и я потравлю 4 4 между удобством паруса и его эффективностью например этот парус замечено при многих курсах работает либо хорошо работает от низа до 2 3 либо хорошо работает от верха ну слушай что ты хочешь он же не перформанс это просто обычный маленький парус ну как он будет обычный маленький но мне почему-то кажется что геометра я могла быть его немножко лучше боя боя поле просчитывал несмотря на это 475 5 и 3 до натурин спид у нас увеличился но он спиды варграунд у нас идет об от спиды относительно воды то есть у нас там какая-то там чуть течет куда вот спид это лак у нас работаю ну да под водой по под водой а с поджей то спиды варграунд gps на скорость 46 один очень прикольная система два радара два пера руля вот увидите правый руль крутит правый радар левый руль крутит левый радар надо закинуть накинуть на на вентилятор и посмотреть что будет это говно вентилятор накидаем еще короче я пошутил для чего для чего он вообще на лодках идет два руля ну если вы хотите еще немножко добавить юмора на этом пусть посте идут все приборы то есть здесь стоит капитан и управляет лодкой на этом руле обычно стоят пассажиры и делают селфи и вот у нас есть один спор я говорю что штурвал должен скользить пластиковые пластиковые композитные композитные здесь скользкий не согласен хорошо проверяем боляха муха зараза хорошо держит реально хорошо он такой получается вот как по по пенопласту руками такой он такой прямо вот звук есть позже стой сейчас я сниму звук композитка vdv касательно подставочек вот такая дырочка засовываем палец вынимаем подставочка становится выглядит она как на мой взгляд странно но насколько я знаю это реально очень удобно то есть когда вот вы стоите под углом когда вы стоите под углом то есть у вас принципе ровное положение тела вот это вот у вас положение ног вполне вполне удобно и позволяет вам когда лодка идет ровно привычно стоять под углом а когда вы сидите сбоку для того чтобы там видеть впереди что происходит вот можно здесь сделать такую под подставочку под ноги и реально это очень удобно соскользнуть конечно а насколько вот эти железки надежные на яхте бавария 45 у меня есть такие подставочки яхта 2011 года сейчас 19 все целое на месте ну и это с учетом того что их используют достаточно же точно такие же я лично их использовал постоянно я был на ней там на 42 узлах где-то там максимум не больше но я их юзал и они работают отлично яхте 8 лет я думаю что эти прослужит тоже здесь гики и мачты зис пар той же компании которая у меня и вы знаете что у меня гик лопнул единственное что здесь он все-таки чуть-чуть по массивнее поэтому я думаю что шансов больше хотя это может каким-то образом быть связано с тем что парус на скрутке в мачту но тем не менее вот гик здесь достаточно большой хотя вот я посмотрел также прикреплен пистонами этими ревет я не знаю это будет по-русски заклепками наверно из нержавейки то есть такая же самая засада как у меня ну есть шанс что он более гиг более твердый поэтому выживет так а вот то что я хотел вам показать касательно self-talking то есть перед мачтой есть вот такой погон один шкот который держит за угол джип и вы его когда натягиваете он идет непосредственно вот сюда в каретку когда вы идете каким-то галсом вот как мы например сейчас идем левым и вам нужно поменять его на правый вы просто едете как на машине вы просто поворачиваете и он переключается давай сделаем обеливай can fly some time ну что вот мы поворачиваем против ветра мир смена галса только сейчас гиг перелетит аккуратно не сильно вот парус пошел а вот погон работает раз переключился и все мы идем в обратную сторону и переключение произошло на самом деле есть такие погоны в которых можно регулировать усилия и он не будет болтаться он будет держаться держаться потом сделай такой щелк и переключился на другую сторону но в данном случае вы видите здесь свободно болтающаяся каретка и при смене галса парус просто переходит на другую сторону вам не нужно бегать со шкотами это очень удобно единственный минус парус все-таки маленький короче еще один момент который мне в сорок шесть и один очень нравится вот посмотрите сейчас алекс стоит вот в проходе и не нужно подлазить вот как обычно ты идешь вот так вот и подлазишь под ван той вот вот так вот с канистрами там или с какой-нибудь фигней это очень удобно но здесь сделано так что есть абсолютно нормальные проходы вы идете беретесь за ванту да 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 вы просто идете это очень удобно очень удобно рундуки которые есть на этой лодке здесь эти с рундуками достаточно все неплохо во первых они все на гидролифтах то есть здесь идут ну просто технический рундук у которого очень хороший дренаж его много то есть сюда можно бросать всякие там мокрые штуки и струты то есть их минус на мой взгляд только в том что пока ты в европе ты их найдешь если ты чуть-чуть куда-то уехал и этот страт вытек то извините будете в эту дверцу открывать руками они кстати дорогие они где-то по соточке стоят так вот первый вот рундук номер два и здесь есть лестничка то есть лестница уже в борте не присутствует она просто вынимается и ставится на борт газовые баллоны находятся здесь все также на гидролифтах очень сложной формы резиночка которая в любом случае умрет рано или поздно и там будут у вас очень ржавые баллоны но это простите есть во всех лодках поэтому люди должны страдать далее в европе страдать не должны так теперь здесь вот заднем локере очень много места и это не просто локер это реально огромное огромное место вот прямо там и прямо много и прямо в глубину под человеческий рост что да кстати задний локер на амеле знаешь как называется лазарет и сниму так вот там вот выхлопные системы и вот видите это продолжение этого локера который он только что показывал то есть место реально дофига на порт сайт на руле порт сайт есть такое пианинка то есть это две кнопки открытия закрытия борта это я так понимаю подсветка лодки в дно что это такое это подсветка лодки в дно это после у нас не заказано поэтому эта кнопка заглушена просто просто заглушка а вот это что да да там свет видно да да и кстати вот этот свет который синенький очень удобно вот сейчас очень яркое солнце его очень хорошо видно а вот это что но она тоже заглушена понятно понятно ну естественно это менуал бил чпам то есть где-то тут должна быть эта трубка скорее всего в одном из вот здесь вот она ну короче это стандартная стандартная ситуация когда вот вы ее там я так понимаю что никогда не открывалась иначе такая тугенько короче это белочка который идет в середине лодки вы просто так ручкой чик 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 и вытащили если у вас сломался электрический белки не ну конечно это больше удобнее чем 7 и 5 power ground 6 и 5 мы идем 60 к ветру вот увидите как работает внутренний радар внутренней нижней верхней так чуть-чуть цепляется но основная рулежка идет это видите буруны и вот за ним увиден такой след инерционный как от самолета так вот сейчас я хочу проверить насколько она идет с разными углами то есть для этой лодки скорее всего угол 60 будет отлично угол 60 будет самым эффективным то есть на 60 мы немножечко отпустим джип немножечко потравим дико шкоды так с этим все проверочка 60 даже чуть чуть больше к ветру у нас угол нравится идет ровно но угол такой где-то сейчас у нас 85 градусов а вот на 85 мы сейчас разогнались до четырех узлов и что мы делаем мы идем острее у нас по порт сайду лодка но она нам не мешает на абордаж не ветер есть спокойно страх будет короче ничего нам валярия не мешает мясорубка так этот набит его же добил да он же готов ну нет гига гига шкод набивает потому что я сейчас еще немножко да еще немножко так набита пошла тяга на руле идем чуть-чуть острее 60 к ветру вот уже появился у нас небольшой угол пиво отбираем у это класс берем новая девочка как жена смотрит блок капитана германа я тоже здесь присутствую от капитана германа что было наибице останется наибицы моряцкий страх так ну вот сейчас из-за того что ветер не очень большой у нас вымпельного ветра 12 5 мы из лодки наверное выжимаем все что можно мы идем чуть чуть больше пяти узлов то есть это с учетом маленьких парусов маленького мэйна и маленького хэда поэтому как на мой взгляд лодка очень классно рулится очень high performance и при этом с такими-то рулями причем я имею ввиду high performance с учетом того какая площадь парусов на этой лодке установлено то есть при маленьких парусах лодка идет достаточно быстро классно они разрываются вилка не рвутся такие в хламидию просто такие с лапшой такой висят красиво очень хорошие а я завидую уж они реально крутые нет они реально крутые но они просто нет вот этого пуза как мешок с картошкой они очень классно работают чуть-чуть 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 буквально есть спасибо готова теперь давай на мэйн ну ты за рулем ты тормози спокойно уходить все спасибо что не снимала на моторе неинтересно моторе на лодка себе и лодка все они одинаково ходят пол то есть лайк чикин знаешь что сложно завязать булинь давайте получу это я шучу блин это уже этот куда идет тот меня не альбаран вот этот транс маппи это он меня просто обгоняет я смотрю по какой стороне ошибаешься крутится не начал я сейчас хочу посмотреть как эта лодка рулится задним ходом то есть а я сейчас сюда заверну вот пока у нас сейчас работает винт у нас ничего не происходит то есть заноса кормы большой нету добавляем скорость едем назад сейчас у меня рули вывернуты полностью сюда то есть видимо видимо винты крутятся так что у нас заносит в ту сторону то есть вот у нас началась рулёжка на скорости 1 и 6 узла рули крутятся очень тяжело ну естественно но не так тяжело скажем как на одном переруля которое большое то есть здесь нужно так достаточно хорошо держать то есть сильно халявы не будет но лодка управляется вот увидите я сейчас поворачиваю сюда у нас скорость два с половиной узла на моментально пошла в сторону кручу ее в другую сторону главное не отпускать потому что она тогда удариться в упор то есть вот лодка идет вы видите насколько вот сейчас я ее довел до упора вот мы разворачиваемся полностью назад и теперь руль ровно лодка идет ровно то есть давайте посмотрим на мы очень хорошо идем теперь я немножечко уменьшу скорость я хочу пока скорость не упадет там до 05 даже до 05 да ничего себе так там спереди проходит катамаран сейчас я немножечко пройду так чтобы со всеми разойтись прикольно когда такой огромный трафик и в марине сидишь такой между лодок такой татарат жопные пируэты ну естественно из-за того что транец плоские лодка разбивает волны но это особенность всех лодок с плоской кормой вот сейчас у нас скорость 2 мы продолжаем ехать назад и лодка абсолютно уверенно управляется вот я сейчас еду старборд потом делаю порт у нас скорость 21 лодка рулится теперь уменьшаем еще скорость отходим немножко дальше от пирса у нас скорость 18 то есть проверяем рулежку на скорости 18 все это самый малый вот у меня сейчас ручка идет в положении самый малый ход рулить приходится немножко быстрее для того чтобы слушалась лодка но настолько настолько хорошая отдача от управления задним ходом очень тяжело вообще почувствовать то есть это одна из лучших лодок на которых я рулил то есть лично на мой выбор мне нравится очень сильно то есть это лодка которая на заднем ходу ездит как вот машина передом и по поводу маневренности сейчас нам нужно пройти вот туда вот в марину то есть вот смотрите я сейчас захожу задом ход вперед вот у нас остановилась 090605 мы не рулимся мы стоим на одном месте и при скорости 08 у нас началось управление 1 и 2 у нас уже идет очень хорошее управление с корму чуть закинем об кармаза и поехала мы делаем сейчас небольшой разворот и разворачиваемся за этой лодкой все и вот мы уже едем нам необходимую сторону ну вот собственно все наши ходовые испытания и подошли это все она меч ненько вот мы оттянули к друзья подписывайтесь на наш канал проверьте поставили ли вы лайк горит ли у вас колокольчик напоминающий вам о роликах и через несколько дней мы вам покажем что-нибудь опять классное и не едет ли на нас паром и не едет ли на нас паром